Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Сегодня мы с вами рассмотрим интересный и острый дебют двойной колл, который может возникнуть, например, после ходов cd4, ba5, белые ставят так называемый колл dc5, черные играют fg5, белые bc3, gf6, и белые играют gh4. Вот здесь черные также ставят колл, и получается дебют двойной колл. Симметричная позиция, и белые играют ab2. Вот в этой позиции у черных есть 4 варианта для продолжения игры. Ход fe3 уже практически проигрывает, ход fg7 также плох, тоже практически проигрывает. Есть продолжение fg5 и ход hg7. Вот так играть можно. Давайте по очереди рассмотрим все 4 продолжения. После хода fe3, то есть черные жертвуют шашку, и надеются за счет жертвы перехватить инициативу. Но белые здесь форсированно побеждают. Например, b3, bc7, hg3, cd6, белые возвращают лишнюю шашку, играют gf4 и играют fg5. И вот здесь черные проигрывают за счет своей отсталой шашки h8. То есть, видите, возникает гамбитная позиция, и в этой позиции у обеих сторон на большой дороге 2 шашки. Но, друзья, белые успели развить свою шашку a1 на поле c3, а у черных шашка h8 безнадежно застряла. Вот за счет нее они и проигрывают. И далее, возможно, следующее продолжение. Например, dc7. Белые играют просто gf2. Ну, допустим, черные играют cd6. Здесь можно, конечно, атаковать и ходом dc5, но проще всего выиграть ходом fe3. Теперь на ход b3 играем g6. Ну и черным все равно рано или поздно придется размениваться назад ходом dc5. Они могут сыграть и ab6, например. Тогда играем ef2. Здесь черные все-таки меняются назад. И все сводится вот к следующей позиции. Белые контролируют путь e5. Видите, не дают черным сыграть fe5. Играют cd4. Ну и на ход cb6 играют dc3. Далее b5 fg3. Черные снова меняются назад. Здесь играем четко gf4. Снова не давая хода fe5. Ну и у черных уже единственный ход cb6. Тогда играем fg5. Ну и после хода b5 все сводится к известной позиции. Играем ed4, hg7 и cd2. Черные еще надеются на ничью. Временно жертвуют шашку. И прорываются в дамки. И вот здесь, друзья, важно запомнить единственный ход, ведущий к победе. Именно dc5. А вот ход dc3 ведет лишь к ничьей. Он напрашивается, но он ничейный. Черные после него могут поставить дамку на a1. Ну и после хода ab6 играют fe5. И в какую бы сторону белые не побили, черные все-таки достигают ничьей. Белые победить здесь не могут. То есть, друзья, запомните, вот в этой позиции правильно играть только dc5. Только этот ход ведет к выигрышу. Ну, сюда нельзя черным ставить дамку. Она будет тут же поймана. Поэтому приходится ставить дамку на a1. Тогда играем cb6. Видите, у черных шашки связаны. Они ими играть не могут. Поэтому они играют только дамкой. Играют на e5. И пусть им играем на a7. Черные препятствуют постановке белыми дамки. Играем dc3. Черные уходят на h2. Пока дамку ставить рановато. Видите, она будет поймана. Поэтому белые играют ab6. Черные играют на b8. Ну и белые играют ed4. Нападать с поля e5 бессмысленно. Белые отдадут эту шашку. Проведут две шашки в дамке. И легко выиграют это окончание. Можете убедиться в этом сами. Поэтому сильнейшая защита за черных. Здесь пожертвовать две шашки. И сделать тихий ход gf6. Здесь выигрыш за белых не так уж и прост. На самом деле, ход hg5 и затем ход de5 ведут лишь к ничьей. Я не буду останавливаться на этом варианте. Запомните вот такой ход. Только он ведет к победе. de5. Черным набить до конца. Ну и пока они не дают поставить дамку. Поэтому приходится отдавать вторую шашку. Теперь уже ставим дамку на b8. И вот это положение выигранное. Дамка черных ходить не может. Поэтому приходится играть hg3. Здесь точный ход b7. Видите, отходить нельзя. Так как черные проиграют. Поэтому у них единственный ход fe7. Тогда играем hg7. Ну и связали черных по рукам и ногам. Здесь уже на единственный ход gf2 ставим дамку. Ну и белые форсированно побеждают. Сильнейшее сопротивление за черных отдать шашку и поставить дамку на e1. Тогда ставим третью дамку. Ну и видите, черные не могут занять большую дорогу. Так как их обе дамки будут тут же пойманы. Если же они играют на g3 дамкой, тогда меняем одну из дамок. Ну и легко побеждаем. То есть даже до окончания 4 дамки против 2 дело не доходит. Форсированный выигрыш, друзья. Тут черные защититься не могут. Ни в одном из вариантов. Fe3 проигрывает. Также проигрывает ход fg7. Давайте подробно рассмотрим эту позицию. Белые играют b3 и ставят простую угрозу cb6 и cb4. И хотят пройти в дамки и красиво выиграть. Поэтому у черных здесь единственный ход cd6. Тогда играем fe3 точный ход. И бьем именно на g5. После g6. Здесь у белых снова стратегически выигранная позиция. Занимаем пункт d4 и хотим отъесть шашку f4. Здесь есть два хода за черных. bc7 и hg7. bc7 проигрывает быстрее. Рассмотрим его. Потому что такой ход встретился в партии Загуляев-Завьялов. 1978 года. Далее в партии было gf2 hg7. Белые напали разок. Надо меняться. Затем они играют ef2. Вы видите, нападать нельзя. Так как будет нападение. Поэтому черные здесь отдали шашку e3 и напали. Здесь белые быстро выиграли. hg3, fe5. Ну и черные сдались. Видите, шашка гибнет. Потому что размен здесь черных не спасает. Белые побеждают. Почему мы рассмотрели эту партию? Потому что данное продолжение очень часто встречается в игре. Сейчас мы еще посмотрим одну интересную позицию. Откуда может возникнуть данное положение. Также в этой позиции еще сопротивляются за черных hg7. Это более серьезное сопротивление. Тогда играем gf2. Черные играют g6. И вот здесь к победе ведет только fe3. Это единственный ход. Запомните его. fg3 ведет лишь к ничьей. Черным надо меняться. fg5. И белые играют ef2. С идеей нападения на шашку f4. Черным надо меняться. Ну и здесь есть два продолжения. Если черные бьют назад, тогда белые выиграют за счет мощного центра. Играем cd2. Не давая пошевелиться черным. Ну и на ход d7. Играем cd2. Ну и здесь черным уже можно смело сдаваться. Белые выиграют за счет мощнейшего центра. Если же в этой позиции черные меняются вперед. Тогда здесь проще выиграть после хода cd6. Ну и у черных есть два ответа. После хода f4 проводим несложную комбинацию. Отдаем одну шашку. Затем вторую. И забираем три. С выигрышем. После хода f6. Здесь проводим размен. dc5 и de3. Двойной размен. Ну и как можете сами убедиться. Черным остается только сдаться. Уже никаких шансов на ничью нет. Разобрали. Вот эту позицию друзья. Она очень часто возникает вот из дебюта игра сокова. Поэтому ее важно запомнить. Смотрите. cd4, fg5, bc3, f6. Я бы хотел заострить внимание вот как раз на этой позиции. gh4 и черным надо играть fe7. Черные создали ударный кулак на своем левом фланге. Но здесь у белых огромное преимущество. Белые играют ab2. И вот смотрите. После хода b5 мы меняемся dc5. И вот здесь ход gf4 уже приводит к позиции, которую мы только что рассмотрели. Белые играют b3 и побеждают во всех вариантах. Вот так и было в партии Загуляев-Завьялов. Почему я и показал вот эту партию. Также в этой позиции проигрывал ход cd6. Здесь тоже надо знать варианты. Допустим b3, бой-бой, gf4, бой-бой. И вот здесь выигрывает ход fe3. Но бесполезно меняться g6, так как белые сыграют cd4. И все сводится к той позиции, которую мы видели. Сильнейшее сопротивление за черных здесь разменяться вот таким образом. fg5 и побить на e5. И разменяться вот здесь. И вот здесь белые тоже выигрывают. Можете поставить видео на паузу и попытаться самостоятельно найти выигрыш за белых. Он несложный, но недалеко очевидный. Здесь белые меняются hg3. И теперь идея белых понятна. Они хотят нападать с шашкой d2 с поля f4 или d4. Поэтому у черных единственные ходы hg7 и на d3 bc7. Черные не могут отвертеться от этой позиции. А здесь у белых выигрыш. Нападаем ed4. Надо закрываться. И играем скромно dc5. Грозим зайти в любки. Поэтому у черных единственный ход cb6. И здесь проводим небольшой ударчик. cb2 и gf4. И снова белые празднуют победу. Еще раз остановимся вот на этой позиции из игры сокова. Здесь также проигрывал ход dc5. Кроме хода ba5. Это тоже проигрывает. Белые играют hg3. Точный ход. Ну и допустим на ход cd6 уже играют gf4. Черные меняются. Но лучше вперед. Назад бить совсем плохо. Здесь еще есть шансы. Какие-то на ничью. Ну и грозят за счет своего ударного кулака на левом фланге провести комбинации на поле a1. Здесь им это удается. Но все равно побеждают белые. Например fg3. Черные играют ba7. И белые неожиданно нападают cd4. Черные проводят комбинацию. Но на самом деле здесь побеждают белые. Попробуйте найти выигрыш сами. Черные проводят комбинацию. А белые проводят контр комбинацию. И красиво побеждают. Белые бьют именно на поле b4. Черные бьют на поле a1. Затем скромная игра от gh2. И f4. И неожиданно выясняется, что выигрывают здесь белые. Несмотря на то, что черные провели комбинацию. Такая поучительная позиция. Ну и наконец, как правильно было играть в этой позиции. Правильно играть de5. Белые играют ab4. Затем единственный ход cd6. И на ход ba3 надо меняться gf4. Почему я показываю эту позицию? Я однажды так проиграл международному гроссмейстеру Евгению Кондраченко. За черных. А за белых вот в этой позиции мог даже выиграть. Все-таки у белых огромное преимущество здесь. Поэтому, друзья, здесь за черных надо грамотно защищаться. Ну давайте вернемся к нашим баранам. Вот к этой позиции. Еще раз покажу, как она возникает. Допустим, cd4, ba5, dc5, fg5, bc3, gf6, gh4. И черные также ставят кол. Возник дебют двойной кол. Белые играют ab2. И вот здесь за черных играть правильно либо fg5, либо hg7. Давайте рассмотрим оба хода. fg5 ход все-таки пассивный. Так играть не хочется на самом деле. Почему? Ну, отметим, что плохо за белых играть cd4. Здесь у черных будет большое преимущество. Они проводят комбинацию. fg3, fg7 и de7. И прорываются в дамки. Но шансы на ничью у белых есть. Они играют cd6. Черные уходят на поле f6. И надо жертвовать шашку. cb2. Белые также прорываются в дамки. Но после хода ab4, допустим, поставили на f8, ba3. Черные грозят провести вторую шашку в дамке. Поэтому здесь положение белых опасное. У черных большие шансы на выигрыш. Так что, друзья, в этой позиции после размена fg5 играть cd4 очень плохо. Правильно играть, конечно, fe3. И у черных есть два ответа. Правильно играть fg5. Но здесь у белых, видите, мощный центр. Поэтому у черных позиция пассивная. Рано или поздно придется играть либо fg5. Ну, скорее всего, fg5. Fe5 как-то страшно выглядит. И затем как-то менять шашку головую c5. И у белых будет преимущество. Если же черные здесь хотят пойти на игру, как-то подкрутить позицию, сыграют hg7. Белые форсировано получают очень перспективное окончание. Смотрите, что мне удалось найти. Белые играют ed4 и грозит ход cd6. Поэтому у черных единственный ход d7. Тогда продолжаем подкручивать. Играем ef2. И грозим выиграть шашку f4. Поэтому у черных единственный ход cd6. Здесь белые играют fg3. Бой-бой. И снова грозит ход ef6. Поэтому у черных единственный ход ed6. Тогда нападаем b3. Ну, и после хода fe7. Белые полностью заняли центр. Давление белых продолжается. Например, hg3. Активизируем бортовую отсталую шашку. Ну, и на ход ab6. Играем de5. Точный ход. Полностью захватили преимущество. У черных единственный ход. gh4. Закрываемся. Ну, и далее, возможно, b3, gf4. Черные нападают ef6. Белые закрываются. Ну, и здесь bc5 уже окончательно проигрывает за черных. Белые просто сыграют de3. И выигрывают за счет центра. Допустим, на ход ef6 сыграем fg5. И на fe5 зайдем в любки. На gh6 просто играем fe5. И cd6 затем идем в гамки. Тут простой выигрыш. То есть в этой позиции черным остается только меняться назад gh6. И у белых огромное преимущество. fe5, fe7, de3. Ну, здесь можно меняться и ed6, конечно. Тоже черные здесь могут все-таки достигнуть ничьей. Если же они меняются bc5, тогда играем ef4. И на cb6 играем fe3. bc5 единственный ход. И белые получают перспективное окончание. Меняемся ef6. И здесь единственный ход cb4. hg3 уже проигрывает. То есть, видите, белые проведут шашку в дамке и легко выиграют. Ну, например, hg3, hg7, hg2. Ставим дамку на h8. Дамку, видите, ставить нельзя. Она будет поймана. Поэтому приходится играть cb4. Тогда белые играют здесь дамкой. Так. Играют ef4. Ну и после постановки черными дамкой белые проводят вторую шашку в дамке. Затем отъедают шашку b4. Проводят шашку c1 в дамке. И побеждают постепенно. Возникает так называемое окончание проводка шашки c1. Кто не знает, как тут выигрывать, подсказку оставлю в верхнем правом углу. Это выигрыш. Но все-таки у черных вот в этой позиции была тяжелая ничья. cb4, hg7, bc3 снова единственный ход. И белые ставят дамку именно на поле f8. Сюда не пойдешь. Черные проиграют. Сюда также не пойдешь. Черные снова проигрывают. Ну видите, из-за так называемого противостояния белой и черной дамки так называемый столбняк. Ну и здесь белые легко побеждают с помощью запирания. Поэтому в этой позиции у черных единственный ход hg3. Тогда белые нападают. Ну, если ходить шашкой g3, снова возникает проводка c1. Но здесь у черных все-таки есть ничья. Поставьте видео на паузу и попытайтесь найти ничью за черных. Очень интересная позиция. Черные играют ab2, жертвуют первую шашку. Затем cd2, жертвуют вторую шашку. И играют gf2. Белые проводят шашку c1 на поле c3. И возникает так называемое окончание гроссмейстера Зиновия Цирика. Здесь все-таки черные могут достигнуть ничей, но белые могут оказать серьезное давление. Я, например, так выиграл мастера Михаила Яницкий. И как-то видел, что гроссмейстер Олег Дашков в блице на гамблере выиграл у мастера Сергея Садовского. Вот это окончание. Так что тут еще полно игры за белых. Как видите, друзья, здесь возникают очень плохие позиции для черных после хода fg5. Поэтому самый точный ход в этой позиции ход hg7. Ну и далее возможно. cd4. Черным надо нападать. cd6. Белые меняются. bc3. И черные играют bc7. Вот здесь правильно играть fe3. ход fg3 ведет к преимуществу черных. Кажется, хороший ход. Выиграем шашку. На самом деле здесь преимущество у черных. Они отдают добровольно шашку. Ну и вперед. Бить совсем плохо. Черные сыграют cd6. Возникают гамбитные позиции с большим преимуществом у черных. Белых очень ослаблен левый фланг. Если же белые в этой позиции побьют назад, тогда черные нападают cd6. Ну и здесь проще всего отдать шашку cb6. Ну и после того, как черные побьют назад, возникают позиции с преимуществом у черных. Но здесь белые при правильной защите все-таки могут достичь ничьей. Правильно же в этой позиции, конечно, нападать fe3. Черные меняются. g6. И вот в этой позиции правильно играть именно ef2. А вот ход gf2 красиво проигрывает. Также можете поставить видео на паузу и попытаться найти красивую комбинацию за черных. Черные играют ab6. Затем cb6 и ab4. Затем играют fg3. И надо отдавать шашку именно в эту сторону. И затем играют fe5. Ну и легко побеждают. Играют dc7. Затем шашка c7 и дамка g1 держат вот эти 4 шашки. А шашка f8 легко справляться с шашкой h4. Поэтому здесь черные побеждают. Поэтому, друзья, вот в этой позиции правильно, конечно, за белых играть ef2. Это единственный ход. Теперь черные снова жертвуют шашку fe3 и отыгрывают ее ходом cd6. Ну и форсированно возникает следующая позиция. Fe3 и gf2. Белые поставили угрозу d5. Поэтому черным приходится уходить на бортик. b3 это единственный ход. Тогда играем fg5. Ну и в этой позиции возможны два хода. ab4 и dc7. Давайте рассмотрим их по очереди. После хода dc7 возникают более приятные позиции для белых. Например, ef4. То есть, видите, белые грозят провести комбинацию. Поэтому у черных единственный ход cd6. Тогда проводим комбинацию. Но здесь она, к сожалению, ничейная. Черным правильно в этой позиции играть либо ab4, либо de5. Давайте вкратце рассмотрим эти ходы. А вот ход dc3 ставит черных на грань поражения. Ну давайте сперва рассмотрим ход ab4. Теперь белые нападают по большой дороге. И черным надо закрываться. Тогда белые уходят на поле h8. Ну и после хода de5 белые играют fg3. Здесь черные могут проще всего сделать ничью после хода cb2. Белые играют gf4. Бьют на a1. Ну и после хода gf2 белые жертвуют шашку. Играют на e5. Ну черные играют ab6. И здесь белые, к сожалению, выиграть не могут. Вилкой не получается. Это только ничья. Разобрали ход ab4. Также к ничей ведет ход de5. Здесь белые играют дамкой на g5. И после хода dc3 уходят на поле c1. Здесь черные также достигают ничьей. Например, ef4 и cb2. И белым для ничьей надо играть еще аккуратно. Нападаем с поля c1. И затем контролируем верхний тройник. Здесь уже белым надо играть аккуратно. Если они так сыграют, то партия закончится ничьей. Это, я считаю, наиболее правильный ответ за черным. De5 получается. И, наконец, последний ход dc3. Вот это уже ошибка. Белые нападают по большой дороге. Надо играть cd2. И затем они играют fg5. И выясняется, что эта позиция проигранная. За черных, если они ставят дамку на c1 или e1. Ну, на e1, понятно, ставить плохо. Белые просто сыграют дамкой на h4. Ну, и затем бьют на f4. И выигрывают эту позицию. Затем занимают большую дорогу. Ну, на ход ab4 сперва отсюда займем. А потом сюда. Все. Обрезали по большой дороге. Это выигрыш, друзья. Если черные ставят дамку на поле c1. Тогда здесь белые также побеждают. Играем f3. И бьем на поле d2. Не даем сдвинуть шашку a5. Ну, и далее, возможно, dc5, dc3. Черные играют ab4. И пытаются прорваться в дамки. Но здесь белые побеждают. hg3, ab6. Вот здесь у меня однажды в блице на гамблере возникла эта позиция. Я побил на поле d8. И возникло ничейное окончание. А все-таки, друзья, в этой позиции был у белых четкий выигрыш. Бьем именно на c7. Ну, видите, на d3 просто выиграем. И gf4. Поэтому приходится играть dc3. Здесь четкий ход gh4. То есть, не давая ход cb2. Потому что нападаем по большой дороге. И возникает так называемое распутье. Если на c1 ставят дамку, тогда ловим ее ходом ef4. Если на a1, тогда уходим по большой дороге. Ну, и на ход fe7 играем hg5. Ну, и на ed6 просто играем gf6. И легко выигрываем. Поэтому в этой позиции черные играют cd2. И белые делают четкий ход. Дамка играет на поле g3. Например, как было в партии баланов вишневский. Турнир заочников. Золотое перо 1994 года. Ну, и черные здесь сдались. То есть, дамку, видите, ставить снова нельзя. Она ловится. А если черные играют fe7. Тогда играем hg7. Проводим вторую дамку. Затем отъедаем шашку e7. Ну, и строим треугольник Петрова. С легким выигрышем. Так, разобрали ход dc7. Правильно в этой позиции, конечно, играть ab4. Это более точный ход. Теперь белые играют ef4. И снова у черных есть три хода. Fe5. Наиболее точное продолжение. ab6. И dc7 уже проигрывает. Давайте рассмотрим сперва ход dc7. После него белые проводят разгромную комбинацию. Поставьте видео на паузу. И попытайтесь найти выигрыш за белый. Белые играют cb2. Затем de5. Затем же h6. И красиво выигрывают. Так, dc7 проигрывает. Разобрали. Обычно в этой позиции все играют ab6. Но это не точность. Тогда белые играют fe3. И снова хотят провести эту комбинацию. Например, далее возможно b5 hg3 dc7 gh6. И на cd6 уже белые проводят ничейную комбинацию. cb2 de5. То есть позиция белых держится за счет вот этой комбинации. Ну и на ход de5 играем ed2. На ed4 уже нападем. И партия закончится ничьей. Понятно уже ничья. Так. Ну и рассмотрим последний ход в этой позиции. Возможно это жертва fe5. Это наиболее точное продолжение. Белым приходится бить на f6. И черные устремляются в дамки. Белым надо играть fe5. Далее возможно cb2. Белые также хотят пройти в дамки. Но черные контролируют игру. Поставив дамку по большой дороге. Далее возможно fe3 ab6. dd4 ba5. Черные поставили белым интересную ловушку. Правильно играть в этой позиции dc5. А вот напрашивающийся ход fg7 красиво проигрывает. Черные неожиданно играют de7. И грозят сыграть ef6. А если белые ставят дамку. То черные выигрывают с помощью так называемого запирания. То есть видите. Дамка и две шашки белых остаются в заперти. И черные очень красиво выигрывают. Если же в этой позиции белые играют hg3. Тогда черные заходят в любки. Ну и здесь уже приходится ставить дамку. Ну и снова черные побеждают. С помощью запирания. Вот такой симпатичный выигрыш. Такая ловушка. Есть у черных. Правильно конечно в этой позиции за белых играть dc5. Ну и далее в партии возможно. Черные контролируют большую дорогу. Играют c3. Далее cd6. Черные бегают туда-сюда. И белые выстраивают колоночку в центре. Ну и далее проще всего. Либо идти на сложное окончание. После hg7 и dc7. Но здесь у черных также шансы на выигрыш. Мне кажется проще провести вот такой разменный маневр. Черные бьют на h8. И поставить дамку на b8. И здесь позиция ничейная. Потому что видите, черные не могут провести шашку опять в дамки. Потому что она грозит поимка дамки черных. Видите. Вот такая идея. Поэтому черные здесь победить не могут. Друзья, сегодня с вами разобрали дебют двойной кол. Очень интересный дебют. Тут, как видите, есть ресурсы для игры и за белых, и за черных. Есть красивые ловушки. Если вам понравилось данное видео, не забывайте поставить большой палец вверх. И подписаться на канал. До свидания. И давайте воевать только на шахматной и шашечной досках. Субтитры сделал DimaTorzok